ДИСНЕЙ Недавно Disney нас порадовали, выпустив наконец-таки тизер Суперсемейки 2, который причем стал самым просматриваемым тизером-трейлером в истории Disney за 15 лет. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня я расскажу вам первые подробности анимационного мультфильма Суперсемейка 2. Давно у нас не было таких горячих выпусков. Погнали! Начнем с того, что многие дети, посмотревшие мультфильм в далеком 2004 году, в те годы, когда доллар стоил дешевле 30 рублей, когда не было социальных сетей, да и в целом нормальных телефонов, в те годы, когда еще толком не было интернета, уже тогда, после просмотра, эти дети начинали ждать вторую часть. И спустя 13 лет Disney нам показывает тизер-трейлер. На минуту. Вы прикалываетесь? Но, так или иначе, эти дети, которые уже совсем не дети, были рады увидеть и это. Что же нам такое там показали? Сейчас разберем. Тизери нам показывают, как Джек-Джек, это их гиперактивный сынок, создает новый логотип суперсемейки, лазером прописывая две черточки, что как бы намекает, что скоро выйдет вторая часть. И в этом небольшом тизере уже масса интересных подробностей. В начале тизера наш малыш телепортируется и выходит из портала. Такое мы, к примеру, могли увидеть в небольшой короткометражке. Джек-Джек атакует. Она была вырезана из основного мультфильма, и ее создатели решили выложить совсем этот кусочек, как отдельную короткометражку. Кстати, она очень интересная, если вы еще не видели, обязательно посмотрите. В итоге, в этой короткометражке, когда Джек-Джек сидел с няней, ведь по сюжету нельзя сказать, что няня сидела с ним, нам как раз и показали, как он может телепортироваться. Также у многих возник вопрос, почему в короткометражке у Джек-Джека фиолетовый лазер из глаз, а вот в тизере уже зеленый лазер из глаз. Я могу это объяснить тем, что была, так скажем, перемена температур. Присмотритесь, насколько слабый лазер был в короткометражке. Он не способен даже был разрезать кусок дерева. А вот в тизере аж искры из его глаз сочатся. И лазеры настолько сильные, что даже оставляют следы. Как по мне, из-за разной температуры лазер меняет свой цвет. Как вы знаете, с первой части семья Джек-Джека еще не знает о его суперспособностях. Поэтому, как мне кажется, отрывок с папой и сыночком показан уже в середине анимационного фильма, когда уже родители знают о суперспособностях своего сына. И предыдущая часть, вернее его концовка, умело скрывала от семи возможностей Джек-Джека. Он, наверное, самый необычный персонаж из всей суперсемейки. Под воздействием его эмоционального подъема в нем меняется суперсила. А это значит, что он, по сути, может перевоплощаться во что угодно. Если ему, конечно, так захочется. Мы уже, к примеру, могли заметить около 10 его возможностей. Таких как удар молнии, перевоплощение в Титана, в какого-то орка, управление молниями, удар лазером. И традиционная его любимая способность – это превращение в огонь. Судя по короткометражке и по финалу первой части, он эту способность использует чаще всего. Уже есть небольшие сливы относительно сюжета второй части. И, возможно, они правдивы. Как говорят некоторые источники, суперсемейка имеет разногласия в семье. К примеру, жена Хелен Парр все еще желает о спокойной старости. Она где-то внутри себя мечтает жить, как обычный человек в нормальной семье. Она даже мечтает стать звездой телешоу и жить обыденной, размеренной жизнью. Поэтому она опускается, так скажем, во все тяжкие и оставляет своего мужа вместе с детьми одного. А сама пытается стать обычной, как и все. Такие потуги уже мы могли наблюдать в первой части. И тогда ничего путного из этого не вышло. Сможет ли карьера ее сложиться сейчас? Честно, я сомневаюсь, как-никак суперсемейка еще не знает, на что способен Джек-Джек. А я думаю, с возрастом во второй части, а я думаю, нам все-таки покажут первое взросление ребенка, Джек-Джек уже сможет контролировать свои эмоции. И, возможно, уже свои способности он будет пускать в хорошее русло. Против, так скажем, злодеев. Но так или иначе, во второй части анимационного мультфильма акцент будет сосредоточен на эластике и на их, так скажем, ребенке Джек-Джеке и их приключениях в суперсемейке. Конечно, пока рано рассуждать о сюжете, ведь подробностей действительно не так много о мультфильме. Нам показали всего лишь маленький тизер-трейлер. Но все самые важные детали я буду вам рассказывать по мере поступления трейлеров, тизеров и так далее. Свои версии насчет суперсемейки и сюжета мультфильма вы сможете написать в комментарии. Давайте наберем много лайков, мне будет приятно, и новые выпуски будут выходить быстрее. Также подписывайтесь на друзей, я думаю, им будет приятно. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в паблик ВКонтакте и пока! Субтитры сделал DimaTorzok